Я не слышал, о чем они говорили. Но ведь можно и без слов понять. Просто увидеть, что люди влюблены друг в друга. Потом я ушел. И стал думать, что будет со мной, если Марго меня бросит. Ведь я приобрел слишком дорогие привычки и уже не мог от них отказаться. Я не помню, чтобы я когда-нибудь был так напуган. А потом я зашел в кафе, выпил, сел и стал думать о разных вещах. Придумал три способа, как убить его, и два, как убить ее. Последнее выглядело более разумным, так как, во-первых, я получил бы ее наследство, а во-вторых, избавился бы от страха ее потерять. И вот когда я все это обдумывал, мне в голову пришла одна мысль, которая все изменила.